Я даже петь не мог, потому что у меня был комок такой в горле, я просто помню тоже этот момент. Самолет мог вот-вот потерпеть крушение, реально. Да, я просто это проговариваю, это просто вау. Ты как бы задаваешь вопросы, мне на них нужно как бы говорить как есть. К музыке относятся как к проститутке сейчас, реально. Самый неожиданный вопрос, который вам задавали ваши дети? На самом деле это очень серьезный вопрос, потому что вообще наши дети такие ребята, они все очень разные. В целом у этих всех людей, которым нам повезло, и с которыми нам повезло, и которые находятся рядом с нами, у них у всех один вопрос. Что я могу сделать для этого мира и для того, чтобы быть счастливым? Потому что их интересует вот эта связка. Если бы перед вами сейчас была дверь, то открыв ее, куда бы она вас привела в эту минуту? К нам домой в Болтаве. Очень хочу туда. Главная истина, которую вы познали к 46 годам? Самое главное это то, что мужчина может быть настоящим мужчиной только если рядом с ним находится настоящая женщина. Я понял одно, что любовь это неисчерпаемый источник вдохновения, любовь это неисчерпаемый источник радости и достоинства, и счастья. И это, конечно же, заслуга того, что нам удалось построить такие отношения друг с другом и в нашей семье. В чем сила мужчины? В женщине. Сила мужчины на самом деле не только в женщине. На самом деле мужчина это... Женщина, она ему помогает раскрыть в себе силы. Сила мужчины, она в том, чтобы... Мужчина вообще в этот мир передает энергию. Женщина ее распределяет. Так устроено. Ну, даже физически так устроено. Мужчина дающая, женщина принимающая. Лучшее, что может сделать для меня супруга это... Любить меня. Просто любить меня, воспринимать меня таким, какой есть. И то, что в принципе она и делает. Потому что она... А, крутая. Потому что... Понять меня непросто. Самое странное или необычное предложение, просьба от фанатов. Было ли у вас такое? Например, Данилку предложили на Крещатике мужчина сходить в кинотеатр. Он согласился, сходил. Просто подружек. Вы знаете, мы выстраиваем такие отношения с людьми, которые нас слушают. И они тоже уважительно очень относятся к нам и к нашему пространству. У нас нет никаких странных предложений от фанатов. Нам нет вас, чем удивить. У нас есть взаимодействие с людьми. Я не могу их назвать фанатами. Которые просто находятся с нами на одной волне. Если у вас диалог с человеком, который вам совершенно не интересен. Ну, так случилось. Вы с ним общаетесь. Вы прекратите беседу или все-таки толерантно дождетесь конца и уже потом уйдете за спокойной душой? Я постоянно не трачу время на это. Если я чувствую, что мне это неинтересно, я просто... Я просто все спихиваю на свою жму. Что вам пора бежать, да? Пора бежать. Нет, но если это нужно, чтобы закончить как-то дело... Вообще у нас произошло такое распределение. То есть она занимается всеми моментами, связанными с общением с внешним миром. Поэтому мне достается только самые лучшие представители его. Потому что проходит фильтр. Фильтр? Да, определенный. Да, я общаюсь просто в свое удовольствие. То есть жена берет на себя функцию общаться с теми, кто неинтересен, но нужно. Да, да. И последний вопрос. На что бы вы никогда не тратили свое время? На беседу с неинтересными людьми принято? Что еще? Я бы никогда не тратил свое время на то, чтобы его потерять. Я не хочу терять свое время. Жизнь человека в этом мире, она... Никто не знает, когда она закончится. И я чувствую, что времени всегда не хватает. Реально. И я лучше потрачу свое время... Я не говорю о каких-то высоких вещах. Да, но я лучше потрачу свое время, чтобы сыном на диване поваляться, чем лишний раз подумать о том, где там, что и как можно там... Ну, к примеру, новости посмотреть, я так понимаю. Например. Не, я вообще не могу смотреть новости. Но у меня есть какие-то моменты, связанные там с людьми, которых я уважаю и люблю, да, и с которыми я бы хотел, чтобы все произошло хорошо. Тот же вот президент Украины Володя Зеленский, Владимир Зеленский. И вот я за него переживаю. Я очень хочу, чтобы у меня все получилось. И иногда там я смотрю, если что-то там уже там, что-то из ряда вон, я смотрю и прям мне хочется, чтобы у меня все было хорошо. Владимир Зеленский. Вот уже почти скоро будет год, как он у власти. Он вас разочаровал? Были какие-то моменты? Или наоборот, вы верите в то, что в нашей стране что-то изменит? Понятно, сейчас очень тяжело говорить о глобальных вещах, да, потому что очень мало времени прошло. И, кстати, люди этого не понимают. Они сейчас уже его хаят, вот он уже там, сто дней прошло, он ничего не сделал. Как ваши ощущения? Тем более, что он вам сказал на ваш вопрос, Вов, зачем тебе это нужно? А он ответил с душой. Я иду туда с душой. От души, он сказал. От души, да. Ну, поймите правильно, давайте просто представим себе, да, вот жизнь человека, да, вот, который был до этого Владимиром Зеленским, и который стал президентом Владимиром Зеленским. То есть, он находился в кайфе реально от этой жизни, он делал все, что он хотел, получал огромное удовольствие. У него были невероятные, там, какие-то позитивные моменты, связанные с тем, что его любили люди, да, они к ним хорошо относились, они ждали, когда он выйдет на сцену. И вдруг он решает, как бы, полностью поменять свою жизнь, да, и пойти совсем в другую структуру, где, ну, хорошо, если ты видишь волка перед собой, на самом деле, ты видишь много овец, которые, на самом деле, в этой шкуре просто, по сути, это большие, серьезные хищники, да. И у него есть только одно желание сделать что-то хорошее для людей. Это искреннее желание. У него нет опыта. У предшественников есть опыт. Этот вопрос. Опыт чего? Опыт, да. Но у них нет желания сделать что-то хорошее для людей. И здесь, как я вижу сейчас, просто и ему, и его команде, людям, которые рядом с ним находятся, но самые близкие люди, им приходится просто отмахиваться и затыкать дырки просто, из которых все протекает. Потому что, на самом деле, все здесь из решителей своими желаниями оторвать, урвать, разделить, раздербанить. Я знаю точно, что эти ребята не крадут деньги. Я знаю точно, что они относятся очень серьезно к тому, что им доверили люди. Я знаю, что они находятся практически в 90% в ситуациях, в патовых ситуациях, реально. И им приходится их решать. Вы представляете себе количество сил политических... Которые давят? Конечно, и экономических, финансовых структур, которые реально давят для того, чтобы что-то отжать. Причем, эта структура не только украинская, это мировые структуры. И ребятам приходится с этим иметь дело. Конечно, иногда они допускают какие-то ошибки, но они искренне хотят что-то изменить здесь к лучшему. Это я знаю точно. И взять на себя такую ответственность, потому что это все-таки семьи, это родители, которые привлеклись к совсем другой жизни и к совсем другому отношению. И уйти из вот этого теплого состояния в эту дремущую политику, я считаю, что это очень большой поступок. И сделать это не для того, чтобы прицыганить себе там какое-то состояние, а реально, чтобы что-то изменилось, это по-любому однозначно достойно уважения. Вы 21 апреля на дебятах там выступали перед дебатами, да? Вы прочувствовали энергетику? Потому что там была просто потрясающая энергетика. Я прочувствовал, как ему будет сложно тогда, да. Почему? Потому что эти люди проплаченные, которые кричат гоньба везде там постоянно, люди, которые дают им эти проплаты, и вот эти силы, которые стоят напротив, это же очень интересно было, да? Потому что две сцены вы имеете в виду. И вот людей, которые реально хотели попасть туда, их было огромное количество, вот на сектор, где, собственно говоря, выступала Володя, их просто не пропустили тогда, службу безопасности, вот предыдущего президента. То есть было огромное количество людей, которые просто не попали на стадион. И то же самое, эту картинку я сейчас наблюдаю, вот в политической деятельности. То есть реально есть люди, которые хотят быть рядом, и хотят быть включены в процесс, и хотят помогать, реально. И есть огромное количество силы, которые не пускают, и которые меняют как бы вот это пространство новостное, скажем так, да, для того, чтобы сделать все, чтобы уколоть, чтобы не дать. Ведь по сути, по своей, общество абсолютно расколото. Это мы видим только здесь, это везде, во всех странах сейчас происходит, да. Нет консолидации, нет того, чтобы люди реально поняли, что этот мир, это не просто социальные какие-то преференции. Это жизнь, это не просто возможность покушать, а это возможность себя почувствовать кем-то другим. Дать себе вызов, понять, что ты можешь взять на себя ответственность за себя, за свою семью, за тех людей, которые тебе близки, за твой народ в его случае, да. А в случае каждого из нас еще и за мир, потому что каждый человек – это мир, и мы все часть одного целого. И когда нас просто растаскивают, да, просто в разные стороны, нам просто не дают возможности понять, что мы – это и есть решающая сила того, что будет происходить в этом мире дальше. И то, что происходит в этом мире – это сугубо наша ответственность за то, что это происходит. Но люди этого не понимают. Люди не понимают, люди думают, что есть некто, кто решит все их вопросы. Да, и они винят этих людей. Но таких людей нет. У каждого человека есть свои вопросы, и все, что мы видим в этом мире – этот негатив, который идет от людей, он идет от нас. Мы, собственно говоря, проецируем этот мир. И этот мир, эта природа, она нам этот негатив, она перерабатывает. Мы с вами говорим о каких-то хороших вещах, да, и вот вода, она структурируется совсем по-другому. Там деревья, там, я не знаю, что там, кустики, они по-другому реагируют. Начнем мы сейчас кричать и посмотрим на все это, да, здесь будет совсем другая ситуация. Вот так же эта природа, так же этот мир, он впитывает в себя этот негатив, и потом выдает нам это обратно в качестве, там, я не знаю, стихийных бедствий, войн, чего угодно. Это продукт нашей деятельности, каждого из нас, мы должны это понимать. И если это придет, тогда все здесь изменится. Если нет, то все так будет продолжаться дальше. Ярослава, вы чувствуете, ну, вы очень много раз говорили о том, что вы чувствуете себя проводником, да, и вы чувствуете, что вы как лидер мнений, потому что вы популярен, вас слушают осознанные люди. Вы чувствуете, что вы можете им донести вот даже вот такую глобальную проблему, что все начинается с нас. Вы когда песни пишете, ну, вы в основном о любви пишете, да, но вам бы не хотелось писать о каких-то социальных темах? Ну, послушайте, ну, вайбум импульс, там есть несколько песен. Я не пишу о социальных темах, мне это неинтересно абсолютно. Социум меня не интересует. Меня интересует, может быть, психология отношений между людьми, психология каждого из нас в отдельной, как мы воспринимаем эту жизнь себя самого, да, в этом мире. Мне это интересно может быть. Но что касается социума, он меня абсолютно интересует. Не в том смысле, что я ассоциативен, но просто меня ассоциален. В том смысле, что я не верю в социум как выход из той ситуации, в которой мы находимся. Собственно говоря, социум – это результат того, что с нами происходит. Понимаете? Да, я понимаю, как нам выйти с этой ситуацией. Или это... И по поводу проводника или еще что-то, я не говорю, что я проводник, и я себя так не чувствую. У каждого человека есть портал определенный. Каждый человек – это и есть портал, через который он взаимодействует с этим миром. И задача каждого человека, вот то, что вы сказали про осознанность, да, это просто понять, вот кто я такой и что мне нужно. Не то, что мне навязывается, не то, что мне говорится, не то, что меня уводит от себя, там, какими-то, от моды начиная до новостей, да, а вот что мне конкретно нужно. Что нужно человеку, чтобы быть счастливым, чтобы у него была счастливая семья, чтобы у него рядом были там люди настоящие, достойные, чтобы в этом мире был мир реально, да, чтобы можно было понять, что ты, ну, для чего ты живешь эту жизнь, а не просто выживаешь. Вот эти вещи просто, каждый из нас, он понимает, мы созданы так, это в нас прошито. Просто из-за того, что мы теряем связь с собой, с настоящими, мы забываем об этом и увлекаемся вот какой-то фигней, которая на улицах происходит. И из-за этого просто мы только... Теряемся, да. У меня сын сказал идеальную, идеальную вещь, он сказал, вот сейчас Соломон. Это было так круто, он говорит, папа, ты знаешь, я вижу жизнь как прямую дорогу, абсолютно прямую дорогу, вот из этой точки, вот в эту. Но выглядит это как лабиринт, потому что справа и слева все вот так вот там, вот этими поворотиками, вот туда-сюда-сюда, и везде тупики. И человек просто сворачивает туда и попадает в тупик, но жизнь, она прямая. Вот, ты можешь спокойно пройти вот так вот. И это, собственно говоря, есть смысл творчества вообще, искусства вообще, как мне кажется, просто именно показать людям, что путь-то на самом деле очень простой. Он очень простой. Нет ничего сложного. Просто разберись, что тебе конкретно нужно. Просто посмотри, зачем ты гонишься, почему так много несчастных людей вокруг. Потому что выбирают какие-то цели, тратят на это все свое время, всю свою жизнь. И когда их добиваются, понимаешь, что жизнь-то прошла, а смысла-то в этом нету, ты это с собой никуда не заберешь. Внутри пустота, да. Вы заговорили о вашем новом альбоме, группе Мачете, импульс. Что он для вас значит? Почему такое название? Все, что вокруг нас, это энергия. Каждый человек, это определенная чистота волны. Это то, что мы излучаем. Ты встречаешься с человеком, тебе приятно с ним находиться. Задь не уйдет хорошая энергия, ты это чувствуешь. Импульс, это, именно в контексте нашего альбома, это абсолютно чистая энергия. Там нет ни одного трека, нет ни одной песни, нет ни одного слова, которое было бы придумано. Мы находились в неком портале 4 года, из которого мы сейчас начинаем выдавать информацию. Это очень интересно. Это очень просто. Тут нет ничего загадочного, интересного. Это каждый человек может сделать спокойно, реально. Здесь вопрос просто в том, что ты должен на жизнь посмотреть чуть-чуть со стороны, на себя посмотреть чуть-чуть со стороны, на свои поступки посмотреть со стороны. Потому что человек может себя постичь только в своих поступках, в своих отношениях с другими людьми. Мы все время сравниваем, мы все время чего-то боимся. Мы все время на основании нашего опыта какого-то делаем какие-то выводы. Но на самом деле мы не живем в данную секунду. Потому что жизнь — это вот сейчас, это здесь и сейчас, это то, что сейчас с нами происходит, реально. Это не то, что было раньше, это не какие-то страхи. И вот как раз импульс — это вот состояние жизни. Потому что жизнь, когда в ней нет страха, когда в ней нет переживаний о чем-то, когда в ней нет болтовни мыслей, когда есть просто спокойный поток, который называется жизнью, она и есть, этот импульс. — У вас нет страха, вы хотите об этом сказать? — Ну, практически нет. Я ничего не боюсь. Я не боюсь, потому что я знаю, чем это закончится. Каждый из нас отсюда уйдет. Однозначно. Вопрос времени. Почему я должен бояться смерти, если это все равно произойдет? — Но я даже не о страхе умереть, а других каких-то страхах. — Войны? Почему я должен бояться войны? — Даже не войны. — Чего еще? — Не знаю. — То, что у меня не будет денег. — Нет, даже не по денег. — У меня много раз не было денег. В этом нет ничего страшного. — У вас так всю жизнь было? Или в какой-то определенный момент вы поняли, что просто страхом нет места в жизни? — Им есть место в жизни, как и всему остальному. Да, просто дело в том, что как ты себе эту жизнь представляешь. Вот в моей жизни я иногда переживаю за своих детей, чтобы они правильно все сделали. Иногда я хочу, чтобы у нас было время больше отдохнуть, чтобы было время больше подумать. Я иногда переживаю за свою жену, которая со мной по всему миру носится. Я понимаю, что ей хочется побыть дома. Но бояться я уже ничего не боюсь. — Ну да, это не страх, собственно. Это просто переживание. — Я не знаю, чего здесь можно бояться. Бояться можно только себя, на самом деле. — Да. — Кто тебе что может сделать, если ты находишься в правильном состоянии? Никто, никто не пробьет это. Если с тобой что-то не так, вот тут уже нужно задуматься реально. — Вернемся к альбому. Вот мы сейчас с вами записываем интервью в Киеве, да? Но вы сейчас на данный момент проживаете, так понимаю, в Москве. — Нет, мы живем в Болтае. — Болтае. А, вы на начале говорили, что хотите домой вернуться. Но вы приехали в Киев сейчас. У вас 7 марта в стереоплазе будет концерт, где вы представите, да, собственно, импульс альбом. — Вы сейчас приехали сюда уже на подготовку к концерту. Или у вас какие-то другие вещи? — У нас несколько интервью, несколько репетиций. У нас был концерт закрытый здесь. У нас несколько встреч. Мы сейчас на студии уже записываем следующие треки. — Здесь в Киеве, да? — Да, здесь в Киеве, да. Мы работаем здесь в Киеве. Альбом «Импульс» мы тоже сделали в Киеве. С чудесным человеком абсолютно. Ну, во-первых, с нашими музыкантами, фантастическими ребятами. Состав тоже киевские ребята. И с Виталиком Телезиным, со звукорежиссером, с которым мне очень приятно работать. Я считаю, что он один из лучших вообще сейчас реально в мире. Мы получаем огромное удовольствие от этой работы, огромное удовольствие от встреч с нашими друзьями, которые здесь есть. Огромное удовольствие от возможности творить музыку здесь, встречаться и что-то делать еще хорошее. Потому что у нас есть несколько проектов, которые у нас сейчас в работе. И мы видим, что они у нас идут постепенно, получается. Все выходит классно. Поэтому, в общем, мы здесь приехали, четыре дня мы здесь находимся. И уже сегодня мы улетаем. Мы сделали очень много хорошего за это время, слава богу. Это был очень хороший период. За четыре дня всего и так много всего здесь. За день можно сделать много хорошего. Но вы не тратите время, не распыляетесь. Да, мы не тратим время, это правда. Но вы говорили, что Киев для вас такая маленькая душа. Вы чувствуете себя, вот прошло там много лет, вы уехали в 2017, если я не ошибаюсь. Наши отношения с моей женой, они, собственно говоря, начались так, по большому счету, вот здесь, в Киеве, серьезно. То есть мы все время останавливались в интерконте. И именно здесь мы решили, в этой гостинице мы решили спросить у ребят на консьерже. Купить квартиру, да? Купить квартиру, да. И, в общем, мы здесь, это, по сути, был наш первый такой дом. Он был здесь у нас, в Киеве. Поэтому, да, мы очень, у нас вообще свой Киев. И тогда Киев, он был очень мягким, был таким необыкновенным. Реально, у нас, мы когда с ним встречались, просто даже в аэропорту, мы просто там, давай в аэропорту встречаемся, первый самолет, куда мы летим, который будет, все время попадался Киев. Это случайно так получилось? Да, да, да. Не, ну мы еще куда-то летали, там бывало и такие вещи, да. Но в Киеве мы всегда, то есть пару дней у нас есть свободных, мы летели сюда всегда. В Москве вы жить больше не хотите, да, я так понимаю. Мы говорили один раз, что там... Мы любим Москву, мы любим Патрики. Это единственное место, где бы мы могли там жить. Но, и мы там жили, на Патриарших. Но мы сейчас к городам относимся очень... Проще или наоборот? Мы не можем там долго находиться. Три-четыре дня максимум. А Алтай? Алтай, он чудесный, мы живем в горах, в лесу. Но там вы можете задержаться, то есть нет ничего. Ну там мы прям не дождемся, когда мы уже задержимся хотя бы. Вот сейчас, может быть, месяц проведем дома. А в Москве вы говорили еще такую интересную фразу, что вот этот весь бомонд не для вас. Вы чувствуете, что это не ваше. Отличается чем-то российский и украинский шоу-бизнес? Ну вот тусовка это внутренняя. Понимаешь, как бы задаваешь вопросы, мне на них нужно как бы говорить как есть. Я тебе могу сказать, что... Говорите как есть. Вот смотри, очень много талантливых людей, очень много талантливых людей. Есть и здесь, и в России. На что они тратят свой талант? Это вопрос. Шоу-бизнес, вот вся эта тема. То есть просто пойми правильно, люди, которые мелькают в телевизоре, или на радио, или в интернете, от обнаженного до глупого вида, я не могу назвать это лучшими проявлениями, на что способны эти ребята. Если тебе дан талант реально, если тебе дана возможность что-то говорить людям, и они тебя с той стороны слушают, у тебя есть определенная ответственность за это. И когда удается встретить кого-то, кто к этому подходит именно так, это для нас большое счастье. Но в целом уровень достатка – это единственное, что может отличать сейчас. Вот шоу-бизнес здесь, шоу-бизнес там. По сути, по своей и то, и другое – это полная чета, просто запудривание мозгов людей и нежелание воспользоваться своим каналом творчества для того, чтобы что-то изменить и сделать лучшее в этом мире. В массе. Есть исключение. И здесь, как мне сказал один мой товарищ в Москве, говорит, легче сейчас инопланетянину встретить, чем человека нормального. Инопланетянину, чем нормального человека встретить. Мне кажется, в Украине пошла тенденция к искренности. Я наблюдаю тенденцию, что сейчас очень много. Нет, есть. Но я не могу назвать это шоу-бизнесом. Понимаешь? То есть есть люди, которые находятся вне системы и что-то делают для того, чтобы и себя проявить, и людям что-то дать. Ну, какой-то искренний, хотя бы мотив какой-то искренний в этой жизни. Они есть, естественно, слава богу. Это однозначно. Не могло бы быть такого, чтобы этого не было. Но если ты говоришь о шоу-бизнесе, то это все, конечно, блестит, но оно, знаешь, как блеск на помойке. Вот такое ощущение возникает. То есть оно все... У вас просто потрясающий феномен. Я понимаю, что для вас это нормальные вещи, потому что вы это чувствуете. Я просто как слушатель, наблюдатель со стороны. Люди, которые, например, в России, в Украине, Белоруссии, неважно, они так стараются себя пиарить, хайпануть на чем-то, чтобы просто получить популярность. А вы просто от этого абстрагировались. Но, тем не менее, вы очень популярны, вас действительно слушают. И это просто феноменально. Но я сейчас там не вешаю никаких регалий. Я просто сейчас вы говорите, я об этом задумалась. Что можно же по-другому на самом деле. Ничего не нужно другого вот этой мишуры, кроме как просто музыки и слов, которые трогают за душ. Понимаешь, вот просто если говорить о музыке, о музыке, о искусстве. Но здесь вот есть несколько ребят. Вот есть, допустим, Кадин Тарасов, с которым мы работаем в Украине. Фантастический парень, невероятный режиссер. Сейчас он снял фильм «Домовина», короткометражку. Он сейчас там разрывает все. У него там уже, по-моему, на сегодняшний день 7 ветвей каких-то. Это уникальный человек. Тоже как проводник. Понимаешь, у любого человека, знаешь, это как в жизни. Вот сначала ты молод, да, и тебе хочется что-то там схватить, да, реальное. Чтобы что-то там как-то с твоего эго подогреть. И как-то чтобы на тебя смотрели, и чтобы ты там где-то мелькал, да. Потом у тебя приходит такое немножко осознание того, а ради чего. Потом ты понимаешь, что, ну, наверное, есть что-то в тебе большее, раз ты находишься вот с той стороны на сцене, а люди на тебя смотрят. И, наверное, этим нужно как-то воспользоваться для того, чтобы что-то изменить к лучшему. Вот этот вот этап взросления, именно ощущение себя как личности в этом мире, к сожалению, не все проходят. Большинство остается вот на уровне этого хайпа быстрее там чего-то, каких-то мелодичек каких-то там накидать, чтобы люди их напивались и в голове. К музыке относятся как к проститутке сейчас реально. Хотя она на самом деле, она на самом деле королева. Музыка? Конечно. Ее надо уважать. Это музыка, это энергия, это откуда наберется. Даже нефть, что ты нашел место какое-то, накопал там, да, и оттуда оно льется тебе и разливается дальше по бакам бензина в машинах. Это другое совсем реально. Музыка – это энергия, которую ты спускаешь и транслируешь ее дальше. И люди, как бы попадая в эту энергию, это становится частью их жизни. Они так живут. И они думают, что это нормально, понимаешь? Да, да. А это ненормально. Вот когда это просто так, когда это просто ерунда какая-то, то это ненормально. И вот за это жаль просто. Но есть люди, еще раз повторяю, есть люди, которые очень крутые, которые взрослеют в течение своей творческой жизни, которые выдают нечто, что является уникальной историей. И здесь такие люди есть тоже. Я очень рад, что я их знаю, очень рад, что мы с ними сотрудничаем, вместе что-то делаем. И в России они тоже есть, эти ребята, однозначно. Они везде есть, их немного, это нормально. Но просто сейчас время такое, что люди наелись уже этой фигней всей, которая их кормит. И они пытаются идти что-то новое. Но поскольку так много шума вокруг, сложно найти что-то другое. Понимаешь? Когда все шумит, какую-то ноту поймать сложно. Вот. Но это уже тоже ответственность каждого. Нельзя сказать, что это только вот в одну сторону. Вот тебе что-то там задувают в уши, и ты это слушаешь. Другого же нет. Есть другое. Можно посмотреть и найти. Другое есть. Если ты хочешь расти, ты обязательно найдешь что-то. Вот ко мне там спрашивают, какую вы книгу посоветовали. Я не могу сказать. Я очень много книг прочитал. Но каждая книга, она тебя найдет, когда ты сам будешь готов к этому. Вот ты сам должен быть готов к чему-то другому. Понимаешь? Тогда это движение будет гармоничным, красивым. Что-то будет меняться. Про этапы взросления. Вы же прожили какую-то эволюцию своей личности. И вы говорили, что у вас жизнь поделилась на до и после. Знакомство с вашей супругой в будущем. Каким вы были? Вы сталкивались с гордыней вот в той части жизни. С чем вы боролись? Вот у вас есть такая классная фраза, что для того, чтобы встретить свое я сам на сам, тебе нужно что-то потерять или с чем-то столкнуться. С чем вы столкнулись? Что-то, может, потеряли или обрели? Это такой вопрос, знаешь, я тебе так могу сказать. У меня вот в один момент наступило такое чувство, что когда я знакомился с людьми, я не мог в глаза смотреть. Мне было стыдно. Такое было ощущение, что я что, украл у кого-то? Почему? Я не знаю почему. А потом я понял почему. Ну, то есть тогда я не знал почему. А потом я понял почему. Потому что когда ты, когда у тебя есть, ты же внутри всегда знаешь, ты правильно поступаешь или нет. Слышишь ты этот голос свой внутри или нет, это уже другое дело. И когда ты доводишь себя до такого состояния, что он у тебя исчезает, этот голос внутри, и ты просто вот как несет ветер куда-то, и ты куда-то летишь. Чем это закончится, непонятно, ради чего ты не знаешь. У вас был такой момент, я так понимаю, да? Да, конечно. Я тогда понял, что вот как бы мне надо, у меня что-то должно в жизни произойти. Потом ведь вокруг, когда с тобой что-то не в порядке, вокруг тебя и люди складываются. Вот такое прям, как сказать, общество, маленькая модель общества складывается вокруг тебя именно из таких же людей. Потому что когда ты несешь в себе какое-то достоинство, когда ты несешь в себе ощущение этого мира, ощущение себя в этом мире, понимание чего-то на определенном уровне, я не говорю о глобальном понимании какой-то, тогда вокруг тебя и люди собираются, которые именно таким образом мыслят, и у которых такие же задачи по жизни. Но когда ты себя не нащупал еще... А когда вы себя нащупали? Я могу сказать так, что с того момента, когда мы встретились с Рахель, я просто почувствовал, что вот я больше врать не могу. И эта ложь, она была относительно меня самого, я никому не обманывал, я не ходил там, не разводил никого просто. Я себя больше брать не могу просто, реально. И я должен понять, что я должен сделать. Это периоды, знаешь, когда-то, когда у нас был самый первый концерт, я помню, я столкнулся с этим, и самый первый концерт у нас был на... Группы Мачете. Нет, группы Токио. Да, Токио. Да, и мы вышли... Это были или Лужники Олимпийские, я не помню, что это было, короче. Вот, мы там выступали, и я вышел, и люди начали петь наши песни, орать, все вместе наши песни начали орать. Это было нереально для нас, потому что мы вообще не понимали, для кого мы делаем. То есть мы не знали, что это будет вообще, какая у нас будет аудитория, кто эти люди там, да. Наши песни играли по радио, клипы уже крутили, но мы не очень понимали. Тогда не был так развит интернет, и мы реально не понимали, кто эти люди, да. И тогда я вдруг понял вот эту ответственность, что вот те песни, которые я пою, а тогда было еще как-то модно так, знаешь, заварированные тексты какие-то, что-то такое, чтобы там было совсем чуть-чуть непонятно, чтобы вот это было, ну, какая-то эпоха мумитролля, вот этого всего, да, было. И я вдруг понял, что не, не, не об этом, надо что-то искать, что-то должно быть тогда. Если они поют так вместе с нами, если они так в это верят, значит, наверное, что-то нужно, о чем-то нужно задумываться, что-то нужно почитать, что-то нужно внутри себя изменить реально. Вот тогда это был первый такой момент, когда я понял. Потом у нас был концерт в Тель-Авиве, когда мы вышли, и там где-то было 100 тысяч человек, у нас был концерт в парке. И они вдруг вместе с нами закричали песню «Кто я без тебя?». На припеве «Кто я без тебя?» я не услышал ни то, как мы играли, ни свой голос просто. Оттуда просто пошла волна. Вот эти 100 тысяч закричали «Кто я без тебя?». И я даже петь не мог, потому что у меня был комок такой в горле. Я просто помню тоже этот момент. Я не мог петь, я просто плакал, потому что я понял, а кому я адресую эту фразу вообще? О чем я вообще говорю? Я вообще задумался, что за тексты мне приходят вообще? Почему это? То есть меня вот этот момент тоже цепануло. Ну и потом уже, когда я встретил Рахель, мы уже… Она сама по себе человек очень прямой и четкий, и где-то бескомпромиссный, при том, что очень мягкий. Реально. И вот это как раз на те свойства, которые есть у меня, это как-то так вот, знаешь, как пазл сошелся. И я начал выруливать, то есть я начал смотреть, потому что когда ты доверяешь человеку, тогда ты можешь реально посмотреть вот в этих отношениях, кто ты такой. И вы увидели, кто вы это знаете? Я увидел очень много минусов, да. А каких минусов? Но вам Рахель напрямую не говорила, это было ваше внутреннее. Она не говорила, здрасте. Говорила? Не-не-не, у нас вообще такого нет, что мы что-то друг другу не говорим. Мы можем сделать какую-то паузу, ну, чтобы это не воспринималось именно сейчас, в этот момент болезненно, да. Но мы обязательно друг другу это все говорим. Такого не бывает. Хорошо, с какими минусами вы столкнулись, можете сказать? Ну, например, момент достоинства. Это был очень важный момент для меня, потому что он внутри меня всегда присутствовал, он достался мне от моего папы. Я это чувствовал, реально. Но в результате того, что я тоже, что тут говорить, из-за Мишурой гнался, из-за всей этой фигни, то есть мне это было как-то интересно. В какой-то момент вы все-таки гнались за какой-то славой, денег? Нет, однозначно. Нет, за деньгами нет никогда. Нет, никогда, да? За славой, не могу сказать, тоже нет. Просто вот Мишура, это то, что вокруг этого. То есть это все к нам пришло очень внезапно. Мы не рассчитывали на то, что вдруг мы станем популярны. Ну, реально это ничего не предвещало. У нас ни денег не было, у нас ни контрактов ни с кем не было. То есть это просто произошло в один день, и все. Вот, но вот все, что вокруг этого, то есть общество, которое выстраивалось вокруг этого, оно как бы было достаточно, оно было сильнее меня, грубо говоря. То есть, ну, как бы все были обросшие жиром, обросшие вот это вот вниманием к себе, обросшие там перспективами постоянными развития чего-то. И я вдруг просто там парень из Кривого Рога попадаю в это все, да, и я не очень понимаю на самом деле, что происходит. У меня есть внутри вот это вот чувство, какими я должен быть, да, но я вижу, что все люди вокруг другие. Я вижу, что... Это ломает, да? Это не ломает. Ты как бы, знаешь, просто если у тебя недостаточно внутренней силы, ты просто начинаешь подстраиваться под это. Вот. Внутренняя сила – это вопрос союзника, кто находится рядом с тобой реально. И вот этот союзник – это как раз твоя жена, твоя семья. Когда это произошло в моей жизни, когда я понял, что я должен быть таким, какой есть на самом деле, вообще не подстраиваться под кого-то и не улыбаться кому-то, когда мне не хочется, и не общаться с кем-то, когда мне не хочется. И не делать какие-то моменты, просто я должен, потому что я должен это зря, потому что все так делают реально. Знаешь, это... Это не то, что там тебя изменило, это тебя поддержало. Это поддержало то хорошее, что есть в тебе. Поэтому очень важно, чтобы эти отношения, знаешь, вот сейчас просто люди скользят, они не ныряют глубоко во все эти вещи, да. Вот просто скольжение идет, там встретились, там познакомились. Это очень серьезно. Это очень серьезно, какой человек находится рядом с тобой. Потому что ты его зеркалишь, а он тебя зеркалит. И это кривое зеркало получается. Понимаешь? Да, я понимаю. Если это что-то не то. Поэтому, естественно, я не говорю, что мы идеальны. Ни она, ни я. Но мы стараемся друг другу помочь в той форме, в которой мы понимаем, в уважительной форме, в правильном отношении. Ну, это не отношение компромиссов, это отношение чистоты, точности. Опять-таки вот этого достоинства, которое есть между людьми. Как вы думаете, атеист может постигнуть такую глубокую любовь? Есть момент веры в глубине любви? Знаешь, все люди верят в Бога. Я верю в атеистов. Не верите, да? Нет. У нас был очень-очень-очень-очень интересный экспириенс. Мы когда-то летели. У нас была такая ситуация, что самолет мог вот-вот-вот потерпеть крушение реально. Мы не знали, что происходило, но мы видели, что его трясло просто максимально. Мы видели бегающих стюартов и пилотов туда-сюда по салону реально. Нам ничего никто не говорил. Но все поняли, что пипец начинается реально. И я увидел тогда за людей. Они молились? Да, они молились. Они молились, они держались за руки. Те, которым было пофиг друг на друга, когда они поднимались по трапу. Да. Я видел... У меня такое спокойствие возникло. Я был уверен, что все будет тип-топ. Да? Вообще. Я ни секунды не сомневался. Вот мы просто сидели, мы улыбались друг к другу. И успокаивали людей. Говорили, ребята, все будет хорошо. Вы не переживайте. Все реально будет хорошо. Но вы в этот момент обращались к Всевышнему? Понимаешь, вот Всевышний – это Абсолют. К Нему не надо обращаться. Ему не надо молиться. С Немного надо быть просто на связи. Вот осознанность – это когда ты видишь не только эту картинку, но и художника, который за ней находится. Кто ее рисует. И когда ты общаешься не просто с предметами или с людьми, а когда ты еще в этом общении видишь, что он тебе говорит. Вот это и есть осознанность. Другого определения этого не существует. Ну, хорошо. Вот вы, например, у вас какое-то важное событие. Вы в голове не проговариваете. О, Всевышний, помоги мне, дай сил. Такого нет у вас. Во-первых, я к нему отношусь как к папе. У меня нет такого. Всевышний, помоги, дай сил. Я говорю, папочка, ну, помоги здесь. Вот эта ситуация есть. Чего там просто. Ну, чтобы главное, чтобы я не потерял вот этот контакт. Потому что это другое. Это не то, что есть некий грозный Всевышний, который… Это Абсолютная любовь. Знаешь, когда тебя любят родители, и ты забегаешь домой, что-то ешь, и спасибо не говоришь. Им неприятно, реально. Но все равно ты остаешься их сыном. Или дочкой. Да. Это вопрос просто того, что ты на самом деле понимаешь, что здесь за этим стоят еще твои родители. Ну, грубо говоря, в нашем случае там Всевышний, как вы называете, Бог, Абсолют, я не знаю, Высший Разум, Папа в нашем случае, как мы к этому относимся. Вот и все. Когда ты понимаешь, что за этим Папа стоит, даже если ты что-то накосячил, ты искренне скажи, извини, пожалуйста, как бы, да, что-то вылетело. Религия как-то повлияла на Ваш быт, на привычки? Например, даже в еде предпочтения? Понимаешь, я скажу тебе так, религия, она сама с собой договориться не может. Вот у нее внутри есть конфликты. Даже внутри какой-то одной религии там. У христиан есть там с католиками какие-то вопросы. И внутри конфессии тоже есть какие-то вопросы друг с другом. У иудеев есть свои вопросы, у мусульманов есть свои вопросы. Друг с другом они тоже взаимодействовать нормально не могут, потому что каждый... Мы, понимаешь, люди борются не за Бога, а за свои представления о Боге. Вот что. На самом деле Бог, Он всех нас любит. Это чистая энергия любви абсолютной. И когда эта любовь будет проявляться в наших отношениях друг с другом, тогда мы будем чувствовать эту чистую энергию от Него. Потому что твое отношение к миру – это твое отношение к Всевышнему. Но про привычки вас это организовало? Я хочу тебе сказать, что организовывать не это. Ну, то есть можно сказать, что вот есть такая, есть так нужно, так нужно. Здесь нужно так сделать, а здесь нужно там три шага вперед сделать. А здесь надо вот так сделать, да. Но на самом деле, если любви нет, то как бы ты ни делал, это все бесполезно. Это условность. Это все превращается, знаешь, я знаю истину. Слушай меня, сын мой или дочь моя. Понимаешь, на самом деле, ну вот, ну, да человеком надо быть просто. Главное – надо быть человеком. Это не покрыть ни одним человеком. В Иерусалиме и в Мекке главное быть человеком. И даже религия не поможет. Это слова нашей песни. С импульса? Нет, из нового уже. Там еще дальше есть. Кто-то скажет глаз за глаз, кто-то перед боем намаз, кто-то поставит щеку. Но всем отвечать наверху. По-любому всем отвечать наверху. А вы верите, вот в словах очень четко сказано про бумеранг. Вы верите в бумеранг, что если вы что-то сделаете не очень хорошее, не вы, человек, ему это вернется. Не сейчас, потом. Я тоже могу сделать что-то не очень хорошее. Я же не отделяю себя, я же не говорю о том, что я там такой вот прям, который все делает хорошее. Слушай, я учусь точно так же, как и все мы учимся. И каждый просто находится на какой-то ступеньке этого обучения, не более. Мы все люди, реально, и мы все косячим. И это, в этом нет ничего такого страшного. Просто самое главное понимать и признавать, что ты косячишь. И постараться дальше этого не делать. А бумеранг, конечно, есть. Вначале мы об этом говорили. Все, что нас окружает реально, все это поглощает то, что мы производим, проецируем. И все это нам возвращается, конечно, однозначно. Я хочу зачитать ваши цитаты. Чем известнее ты становишься, тем больше получаешь возможностей и больше соблазна. Мы чуть-чуть с вами об этом говорили. Но я хочу, чтобы вы рассказали, какой главный соблазн был у вас. Может быть, это на начале карьеры, с которым вам пришлось побороться. На фоне популярности. Это не то, что... Понимаешь, жизнь, она... Это вещь, которая... Она не знает, что жизнь, потому что она... Жизнь, это то, что все время оживает. Оно живое, понимаешь? И каждый раз ты с чем-то сталкиваешься. Не то, что что-то у меня когда-то было. Я с этим столкнулся и больше никогда не столкнусь. Я постоянно сталкиваюсь с чем-то в этой жизни. Но это все время работа над собой. Ты все время смотришь на себя со стороны. Ты все время понимаешь, насколько ты соответствуешь тому, что ты себе нарисовал. Понимаешь? И это не вопрос того, что ты соблазнился на деньги на какие-то или еще на какую-то фигню. Нет. Это вопрос того, что ты сейчас сам собой являешься или нет. Понимаешь? Ты сейчас это ты, или ты себя потерял немножко? Я это понимаю. Но смотрите, я могу, например, про себя сказать. Я с гордыней столкнулась. Не, ну естественно я сталкивался. Но я сталкиваюсь. Человек это его эго. Это не... Оно может быть в том или ином виде упразднено, или наоборот возвышенно, раздуто. Понимаешь? И в этом смысле ты сталкиваешься постоянно. То есть это работа, работа над собой, это вещь, которая будет с нами происходить до самого последнего вздоха в нашей жизни. А есть моменты, которые у вас так... Вы с ними поборолись, и они не вернулись, и не всплыли? Это какие? Можете назвать? Не, ну это много. Это чисто ментальное восприятие этой жизни, психологическое восприятие этой жизни, отношения между людьми. Очень много моментов, которые я уже переработал в своей жизни. Я не знаю, вступут ли они дальше, я не уверен в этом. Но на сегодняшний день какие-то вещи меня уже совсем не беспокоят, что меня беспокоило раньше. Хорошо, а наркотики? Вы можете назвать их соблазном, который мог погубить? Конечно. Конечно. Реально. Они были в моей жизни, и я столкнулся с этим очень серьезно. Когда пришло сознание, что это вам не нужно? В один момент. Это произошло в один момент. Реально. Просто я понял, что это мне не нужно, и все. Пока человек не поймет, что это не нужно, никакие врачи, никакие больницы, никакие друзья, никакие религии, ничего его не спасет от этого. Он должен просто понять, что это ему не нужно. Поэтому заранее говорю, слушай, в моей жизни их нет уже, по-моему, лет 15, может быть, даже больше, или 20, я не знаю. и я могу сказать, что это время просто, ну, как бы, это потерянное время. Да, они дают какое-то ощущение сейчас в себя, что при открывании, в чистом состоянии, если ты будешь раскрывать себя, неизмеримо больше вложено в тебя, чем вот выход из этого состояния в какую-то... Но вы писали песни на тот момент под эйфорией? Ну, конечно. Первый альбом, что-то, да. В первом итоге он был, в принципе, весь на экспериментах. Эйфорический альбом, мурно, так сказать. Да, да. Ведь вернемся к самолетам. Вы познакомились с Рахель, будущей женой в самолете. Расскажите, такая романтическая история, у нас скоро 14 февраля. Угу. Вы поняли, что она ваша женщина, почти сразу. Да, я ей в глаза посмотрел, прямо, мне ничего-то, мне так захотелось, чтобы она была рядом, я даже не знаю, как это объяснить. Это какое-то было совсем, ну, какого-то, ну, то есть мы познакомились, будучи взрослыми людьми, да, и мы уже много чего в своей жизни видели. Но я просто такого не видел, не чувствовал никогда. Это настоящее, оно, когда приходит к человеку, это большой подарок. Вот, и здесь, я был с этим очень осторожен, я не знал, как себя вести, я не знал, как... она летела из Америки, и я летел, мы летели из Майами, и она выпила таблетки мелатонин, ну, просто, чтобы заснуть. Я помню, как я смотрел, она проснулась, или нет, я сам вырубался, но мне, я ждал эту секунду, когда она проснется, чтобы я мог опять рядом сесть, понимаешь? А вы далеко сидели? Да, ну, мы там через, там, два, по-моему, два кресла сидели. Вот. Было ощущение, хочется пройти рядышком, пройти рядышком? Было ощущение, что хочется ее схватить и выпрыгнуть из этого самолета и утащить куда-то. Не, реально, это просто, это просто, это везение, это благословение, просто, реально, в чистом виде, то, что я ее встретил. Приземлился самолет? По-моему, до сих пор не приземлился еще. По-моему, мы так и летим. Кстати, вы понимаете, какая аллегория получается? Ваши чувства возникли в небесах. Вы мне это говорите? Да, я просто, я просто это проговариваю, это просто вау, это не просто знакомство в самолете, это чувства в небесах, которые летают до сих пор, уже столько лет. Хорошо, вы говорили, что естественно, Рахель номер телефона не дала. Не, это вообще, это, это такой кремень, я не знаю, что произошло, что она мне позвонила. Вы оставили свой номер телефона. Ну, я уговорил ее, чтобы она взяла номер телефона. Ну, пожалуйста, возьми просто, позвони просто. Позвонила. Позвонила, да. И что дальше? Ну, дальше вот сидит рядом. Это глобально. А кто, ситуативный момент? В ситуативный момент, знаешь, это очень интересно, потому что, когда ты чувствуешь, что в твою жизнь пришло что-то большое, но ты уже сам себя до того момента так раздул, что ты кажешься себе самым большим, что у тебя есть вообще. И тебе надо вот это свое самое большое разменять на то самое большое, что пришло только что, а не то, что ты растил всю свою жизнь. Потому что в отношениях, если они настоящие, чистые, ты должен постепенно от этого самого большого, который ты растил, отходить для того, чтобы... Это как зерно. Вот оно есть, да. Но когда ты... Для того, чтобы оно давало первый росток, оно должно полностью, полностью как разложиться, да. Его не должно быть. И когда это происходит, когда происходит финальное разложение, тогда идет этот импульс, и появляется росток. И вот этот вот момент, и у нее, кстати, и у меня, мы очень много раз мы были не готовы, мы были не готовы на этот шаг. Почему? Потому что, знаешь, когда ты что-то чувствуешь, что это есть, ты не знаешь, что это еще такое, ты понимаешь, что это большое что-то. Я вот ей звонил, у нас были такие моменты, когда я звонил, и просто она снимала трубку, и мы просто смеялись. Вот серьезно. 10-15 минут. Мой водитель думал, что это сумасшедшая. Он думал, что со мной что-то не так реально. Я просто, я помню, как я ехал, я жил за городом, и она тоже жила за городом. Вот я ехал там по Рублевке до Москвы, там 20-30 минут. Я реально, я реально смеялся, и потом еще что-то говорил, и потом опять снова начинал смеяться. Знаешь, она все время говорит, что, какие у тебя? Я говорю, я сейчас лечу туда, потом лечу туда, потом туда прилетаю, потом оттуда лечу. У нее еще юмор такой, реально уникальный. Она говорит, ну так могу летать, может только человек, у которого есть крылья. Она меня все время цепляла, какими-то такими моментами, знаешь, и, а ты уже как бы, ты уже, ну ты понимаешь, что ради этого человека ты вынужден будешь меняться, потому что это другой уровень уже. Это, это не уровень, связанный с достатком, с успехом, с отношением, уважением к тебе общества. Это вообще другое, как бы, тут, тут нужно реально нырять без остатка. И что будет, то будет. И вы нырнули. Я нырнул, да. Но за это все время не все же было гладко. Были какие-то моменты деструктива? Очень. Очень сильные были моменты деструктива, связанные со мной. Ну, опять-таки, понимаешь, я по характеру, ну, сейчас, слава богу, совсем другое дело. Но тогда, когда мы встретились, я был просто огонь. Я был очень вспыльчивый, дерзкий и неспокойный человек. Тяжело себя это представить, потому что от вас чувствуется гармония, баланс и спокойствие. Сейчас, да. Сейчас, да. Я сейчас говорю. А тогда мне многие говорили, что непонятно, на какой козик тебе подъехать. Я их понимаю. Хотя даже я просто, я к многим людям нормально относился, нормально относился. Но, судя по всему, вот я излучал такой, как бы такую энергию, что просто, это была защитная реакция, по большинству, в большинстве своем, да, вот, но, по сути, было со мной очень сложно. Ей со мной было тоже сначала очень сложно. Ну, вот мой папа сыграл в этих отношениях, тоже очень сильную вещь. Вот он, он такой человек, был очень сильный, прямой, реально. Вот, когда я ее увидел, он как-то, я к его словам прислушался тогда. А что он сказал? Он, он сказал какие-то очень, очень, очень такие, прям человеческие какие-то фразы, типа, да простой человек, там, нормальных человек, что ты такой он сказал. Знаешь, от него это было услышать, от него это самый высокий был уровень похвалы. Почему? Он не хвалил? Никогда никого? Нет, не то, что он не хвалил, он все время относился к тому, что со мной, со моей жизни происходит, с уважением, потому что он, он, собственно говоря, меня там в 16 лет провожал на вокзал, и отправлял, и говорил, сынок, давай, ладно, я знаю, что с тобой все будет хорошо. Доверял вам? Да, доверял мне всегда. Но вот уже здесь, как бы я видел, что, и он все время звонил, я там спрашивал, ну что, как у нас твой помощник, что там, как у нее там? Рахель, А она вот такая, вот наша Лерочка маленькая, да, вот она вот этой копией, вот она все время, папа, что тебе, вот что тебе, и вот это же тоже, все время, это прям помощник такой, помощник. Ну, теперь на двоих 8 детей, на двоих, но вы говорили, что это ваши, вы не делите, ну ты же просто невероятная энергия, мне кажется, что она у вас просто фантастическая. Это так сильно, это так круто, вот многие думают, да не, куда, сколько детей, да не, как их там, я знаю, тут людей, которые, знаешь, все время работают, 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 и говорю, слушай, нафига это так много, как их прокормить, а кто их кормить будет, знаешь, все такое, но на самом деле, дети, они сами со своим достатком приходят в этот мир, им, им дано уже, как бы, когда они приходят в этот мир, у родителей, в любом случае, появляются какие-то возможности дополнительные, для того, чтобы их обеспечить, так устроено, ничего здесь не бывает такого, что вот тебе дали, это теперь, ааа, это только твои страхи, реально, вот, а они, конечно, это огромная сила, мы очень сильно скучаем, потому что, вот мы как вы знакомились с Рахель, так мы вот в самолете, так мы вот в самолете всю свою жизнь проводим, реально, с детьми тоже летаем, ну, с детьми, да, ну, конечно, ну, просто не всегда получается, иногда у них там школы, иногда у них там какие-то свои события тоже, иногда всех не возьмешь, обижаются, знаешь, вот, иногда там по очереди кого-то удается брать, ну, тоже такой момент, ну, конечно, мы скучаем, они, они очень сильные ребята, очень большая сила. А почему глобально бы и научились у них, вот глобальная какая-то вещь? Глобально, да, наверное, восприятие просто, потому что, вот, когда я был ребенком, вообще, когда каждый человек ребенок, да, он воспринимает этот мир как данность, которую, которая тебе просто дана для того, чтобы ты просто реально кайфовал. Да. Ну, дети же все кайфорики, да? Да. Все куда-то бегут, несутся, у всех какие-то мысли, да, и потом мы становимся взрослыми, так вот сужаемся, 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 да вообще размером непонятных, реально, каких-то очень маленьких людей. А на самом деле, когда мы приходим в этот мир детьми, мы очень большие люди, и вот этого ребенка нужно в себе не потерять, и мы это смотрим, мы видим в наших детях, как они мыслят, как они, как они, у них нет вот этих вот преград, можно, даже иногда мы в своей деятельности, там, мы что-то делаем, да, и я говорю, не, я не хочу этого делать. А, допустим, тот же Шломик говорит, папа, почему? Сделайте так, и так, и так, и так, и так, это будет нормально, да, или, допустим, старшая Евочка, то есть, я помню, как она маме давала какие-то советы в отношении с самой, да, реально говорит, мама, ну, сделай так, а что такого-то, знаешь, то есть, у них восприятие такое, оно какое-то очень чистое, это восприятие, нет никакого опыта, который мешает, потому что опыт, это вот, это все эти ошибки, знаешь, вот человеческий опыт, он на самом деле привел человечество в огромный тупик, вот мы знаем все про эти войны, про все эти финансовые катаклизмы, которые с нами происходят, это же разочарование в любви, потом ты боишься доверять человеку, но весь этот опыт, который вот человечество накопило до сегодняшнего момента, вот в конце концов, мы видим результат везде, все ломается, все сыпется, он ни к чему не приводит, ощущение жизни в этом моменте, это то, что отличает нас от детей, они живут в это мгновение, а мы живем, а мы живем или воспоминаниями нашими, или там нашими страхами о будущем, как оно там будет, они вот здесь живут, у них все нормально, им ничего не нужно, они знают, что у них будет это, у них будет это, у них будет это, они знают, что их родители не кинут, почему мы думаем, что нас кто-то кинет, это отношение, это отношение, но они же не боятся, что мы их там не накормим там или нет ну почему мы когда становимся взрослыми боимся что нас там нам всевышний даст возможность как ты говоришь сегодня папа да как мы почему думаешь он не даст нам возможность чтобы у нас все было типа почему опыт страхи преград это вот об этом я говорю этому учимся у наших детей никаких опытов страхов и преград жить в этом мгновении в секунде я вижу как ты с ним разговариваешь а он выходит и в припрыжку побежал знаешь и ты понимаешь это жизнь она в нем струится сейчас он в припрыжку он бежит и прыгать ему кайф ничего не выдают ему сказал просто пару каких-то моментов какой-то совет просто абсолютно такой ну ничего не значит но он увидел что ты его любишь что у тебя есть к нему внимание что можете в любую секунду подойти и там получить какой-то ответ это и все-все-все тип-топ реально понимаешь то же самое в нашей взрослой жизни мы точно также можно получать все ответы и точно также сейчас задумалась глобально на самом деле последний вопрос под осенью появилась информация о том что бывшая жена хочет у вас вас лишить родительских прав да не это не во-первых лишить мира детский право смешно понимаешь я не знаю спросил моих детей кто лучше папа на свете просто знаешь так произошло что но дети иногда становятся разменной монетой для того чтобы что-то получить что-то что-то получить и причем не обязательно деньги там в данном случае вот в случае с с этим персонажем для в данном случае как бы славу какую-то потому что вот но хочется человеку вот быть в телевизоре понимаешь это хайп по-современному это чисто не мы спокойно к этому относимся это уже же нас 5 или 6 уже там заявление что сейчас это будет происходить потом звонки извините все пожалуйста за пожалуйста я вас очень все в забыли все они то она же на самом деле мы уже к этому знаешь мы кому мы не снимают там и даже не согласен к этому не относимся просто дай возможность нам общаться просто с ребенком просто мы тебе мы тебе сами поможем не надо ничего что тебе нужно мы все просто поможем сделаем просто ну ребенка сегодня ну вроде бы вот сейчас мы вроде бы договорились вроде бы у нас на этом этапе вот сейчас уже все хорошо мы реально уже просто смеемся за это не она не препятствует общению с мишель да но мы будем надеяться вот сейчас по последней информации мы сейчас приди в москву и будем надеяться что это произойдет в конце концов спасибо вам огромное за глубокое интервью я думаю что опять будут комментарии на ю тубе что почти каждое слово можно разобрать на цитаты спасибо ждем концерт надо еще разбирать на цитаты если это правда кому-то что-то как-то вот кто-то что-то в этом услышит мы просто очень рады что это время не потеряно все это самое важное но такой очень много комментариев поэтому если люди хорошо спасибо вам большое главное что в жизни